Сегодня мы разберем некоторые признаки делимости натуральных чисел. И начнем давайте с основного определения. Определение. Число А. Давайте я запишу. Число А делится на число Б. Имеется ввиду натуральное число А делится на натуральное число Б. Число А делится на натуральное число Б. Кстати, записывают это следующим образом. То есть А делится вот так три точки на Б. То есть вот эти три точки означает слово делится. Число А делится на число Б, если число А может быть представлено в виде. То есть если число А можно представить в виде Б умножить на С. Где С натуральное число. То есть по-другому еще говорят так. Если найдется такое натуральное число С, что А равно Б на С. Другими словами, ну действительно здесь все логично. Вот посмотрите, если предположим мы сейчас запишем А равно Б на С. И теперь обе части попытаемся поделить на число Б. То есть А делим на Б. Тогда и правую часть надо разделить на Б. Обе части делим на Б. Б, Б сокращается справа, получается С. То есть действительно, что мы получили в результате деления? Что А деленное на Б равно С. Ну действительно, если С является натуральным числом, то говорят, что число А делится на цело на Б. В дальнейшем мы будем использовать такую запись натуральных чисел. Вот предположим, если А, Б и С некоторые натуральные числа, то число А, Б, С и вот так с чертой наверху будет означать следующее. То есть это будет означать такое число А умножить на 100. То есть у нее А штук сотен. Далее Б десятков и С единиц. То есть это вот обычно трехзначное число. На самом деле, для чего это делается? Для чего именно так обозначается трехзначное число? Чтобы нам не перепутать с делением. То есть на самом деле, если бы у нас без черты было А, Б, С, то это означало бы произведение А на Б на С. Но в данном случае у нас подразумевается не произведение, а именно трехзначное число. Поэтому для обозначения трехзначного числа мы будем использовать именно вот такое обозначение. Далее. Давайте сформулируем такие важные две теоремы. теорема первая. Пусть А, Б и С натуральные числа. А, Б, С некоторые натуральные числа. Натуральные числа. Тогда, если число А делится на число С, и число В делится на число С, то сумма А плюс Б также делится на С. Не сложно это доказать следующим образом. Давайте начнем с того, что нам известно. То есть по условию известно, что А делится на С. А это значит, что по определению мы можем представить число А в виде С умножить на Н. По какому определению? А вот вверху посмотрите, у нас это определение делимости. То есть по определению делимости, если число А делится на С, то его можно представить как произведение числа С на некоторое натуральное число Н. Далее, кроме того, известно, что Б по условию тоже делится на С. То есть, вот давайте сейчас это тоже покажем. То есть вот это Б тоже делится на С. А это значит, что по определению делимости число Б также можно представить как С умножить на К, где К некоторое натуральное число. А теперь давайте просто подставим. То есть при рассмотрении вот этой суммы, давайте теперь рассмотрим эту сумму, то есть А плюс Б будет равно, вместо А подставим ЦН, мы это заменили по определению делимости, и число Б по определению делимости мы заменили на ЦК. То есть ЦК. Ну а теперь давайте вынесем за скобки Ц. В скобках у нас тогда получится Н плюс К. В данном случае числа Н и К это некоторые натуральные числа, а значит сумма натуральных чисел это какое-то натуральное число. То есть получаем тогда мы с вами Ц умножить на, например, на Л, где Л натуральное число, которое является суммой натуральных чисел Н плюс К. Смотрите, что мы в итоге получили. То есть мы в итоге получили следующее, что А плюс Б равно Ц умножить на какое-то натуральное число Л. То есть получается, что А плюс Б представлено в виде произведения натурального числа Ц на натуральное число Л. А это по определению делимости. Как раз и означает, что А плюс Б делится на Ц. Давайте окончательно это запишем. То есть отсюда следует, что мы с вами доказали, что А плюс Б делится на Ц. Что и требовалось доказать. Теорема доказана. Давайте рассмотрим следующую теорему. Теорема номер 2. Формулируется так. Пусть А, Б, Ц натуральные числа. Давайте тоже запишем. Это А, Б, Ц некоторые натуральные числа. Натуральные числа. Тогда, тогда, если, давайте здесь чуть ниже, А делится на Ц, то, давайте, ладно, здесь тогда запишем, а там то. Тогда, А делится на Ц, то, и произведение А, Б также делится на Ц. Еще раз. Значит, что означает теорема номер 2. Если в произведении хотя бы один со множитель делится на какое-нибудь натуральное число, то и все произведение делится на это число. В данном случае мы в качестве этого со множителя, который делится на Ц, взяли А. И теперь необходимо доказать, что произведение А, Б также делится на число Ц. Давайте это докажем. По определению, если А делится на Ц, а именно это нам дано по условию теоремы, то по определению из делимости А на Ц можно записать А в следующем виде. То есть А равно Ц умножить на Н. То есть, да, действительно, если число А делится на Ц, то его можно представить в виде Ц умножить на какое-нибудь натуральное число Н. Вот по определению номер 1, которое у нас вот здесь вот в самом верху было записано. Итак, а теперь давайте просто-напросто подставим. То есть теперь мы будем рассматривать с вами вот это произведение А на Б. То есть что тогда у нас получится? То есть в итоге у нас получится А на Б будет равно. И вместо А мы подставим ЦН вместо А. Да, вот оно. Вместо А это ЦН по определению делимости. Да еще умножить на Б. Вот таким образом получается. В итоге мы с вами получим, что произведение АБ равно Ц умножить на НБ. Но Н и Б это натуральные числа. А произведение натуральных чисел есть натуральное число. Поэтому можно представить следующим образом. То есть Ц умножить на какое-то натуральное число, ну например К. То есть где НБ это и есть К. Таким образом давайте сразу запишем, что в итоге у нас получилось. То есть в итоге у нас получилось следующее. А на Б у нас получилось равно Ц умножить на какое-то натуральное число К. Но по определению делимости, если любое число в данном случае А на Б равно произведению Ц на какое-нибудь натуральное число К, то по определению делимости, вот еще раз повторяю, по формуле номер 1, это как раз и означает, что А, Б, произведение А, Б делится на С, так как его, это произведение, можно представить как произведение числа С на какое-нибудь натуральное число К. Теорема доказана. На следующем уроке мы начнем доказательства некоторых основных признаков делимости натуральных чисел на 2, на 3, на 4, на 5, ну и так далее.